В общем, ситуация, видите, какая. Горит зеленый, а машина в левом ряду не едет. А все почему? Потому что правый ряд у нас поворачивает налево, здесь на стрелку, видите, значок? Вот сейчас знак я проехал, я вам уже его не покажу. То есть у нас правый ряд идет на стрелку налево и на разворот, а левый ряд идет прямо. Вот видите, пошел один коллега другому объяснять, встал и держит весь поток. Вот поэтому, собственно говоря, образовалась здесь пробочка. Вот. Надо смотреть на знаки. Я, честно говоря, тоже такой же дебил, точно так же вот здесь вот встал. И, собственно говоря, вот да. И вот теперь мы вот прорвались. В общем, я тоже так же здесь попался, потому что на знаки никто не смотрит, да, особенно когда ты на этом районе родился и вырос, и каждый знает, что тут уголочек, вот, и для тебя это какая-то диковинка. Что ты как, как это так, с левого ряда ты не можешь повернуть налево. Ну, вообще, не знаю, зачем так сделали. Вот для чего так сделали. Реально запутали. И если таких перекрестков будет в Москве много, то будут пробки жесть, конечно. Но смотрите на знаки. Вот. Давайте о хорошем. О хорошем. С Волгоградки открыли съезд на Хорду. Я, честно говоря, не знаю налево, в сторону Каширки, Дамкада, эта Хорда уже открыта полностью или нет. Но я вам могу сказать точно, что в сторону Ленинградки, вот, а я сейчас еду в Рольф туда на 71-й километр, это Путинково, это другой конец Москвы от меня. Я сейчас всего лишь за 33 минуты по Хорде, то есть я тут же выскочил, открыли вот этот съезд. До этого было дольше на нее съезжать. И 33 минуты, там хвостик по МХАДу, и я на месте. Рекламная пампа. Друзья, для тех, кто ищет, к какому парку подключиться, я порекомендую Эксперт Парк. Значит, ребят, я знаю лично, ребята постоянно пытаются что-то улучшить. Подключают Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка, подключают к Ситимобил. Комиссия в сутки всего лишь навсего 50 рублей. Ежедневные выводы без комиссий и 4 вида моменталок. Ссылочки все в описании. Проходите, ознакомьтесь и подключайтесь к проверенному, надежному партнеру. Так, ну, значит, вот он пациент. Вот он пациент. 2020 год, 120 тысяч пробег. Ну, по фарам, по пескострую сразу можно сказать, что это не 120 тысяч пробег. Соответственно, по лобовому тоже видно, что тут затерто оно настолько, что... Что прям... Что там у нас от дьявольской метки? Следы у нас есть какие-то, нет? Что ее тут отклеивали. Ну, может, ее и не было, это не факт. Сейчас нам ключик принесут. Вот, задние тормозные диски. Сразу видно, что они сильно сточены. Стоят оригинал с клепочками. Вот. Колодок там непонятно. Это все копейки, неважно. А передние диски тормозные менялись, и они, соответственно, не оригинал клепок нет. На 120 тысячах никто бы не стал менять тормозные диски. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Поэтому тут по таким уже признакам видно, что автомобиль как минимум 200-то прошел точно. Потому что тормозные диски 200 тысяч хорошо ходят. Наклейки все подрали. Ладно, ждем ключ. Конечно. Я вам, может, по второму кругу, конечно, вопросы задам. Давайте, сдавайте. На чем-то сейчас ездить. Конечно. Сдавать нам будет? Нет, конечно. Почему? Почему-нибудь сдавать? Тут же мне нравится. На чем я сейчас езжу. Что, она заводится, нет? Обалдеть! Она даже заводится. Тут все подготовили к продаже, да? Все помыли. Ваши же делают, да? Да, это все. У нас даже придется. Так, а у вас этот толщиномер вообще можно попросить? Конечно. Сходит он? Ну, ключ-то заберет. Да, вот заберет. Благодарю. Заглуши пока. Да, заглуши. Так, ну что, сзади у нас тут все вроде чистенько, аккуратненько. Вот здесь у нас не полопано, здесь никто и не ездит. Идем. Значит. Подбор в деле, да? Здесь, кстати, ну, уже начало. Начало, это значит, я думаю, что 250, наверное. Здесь пробега. Сидушка, конечно, ногами пошарканная. Но все понятно. Так, то, что это такси, это даже не обсуждается. У нас и, в принципе, мы иллюзий не испытывали никаких. Обычный 20-й год. Экзакютив, там тоже сиденье так же полопано. Вот. Ну и по рулю можно сказать, что вряд ли его меняли. По гарантии. Иначе было бы, иначе было бы, скорее всего, другое состояние руля. Руль зализан. На 250 он и зализан. Ни больше, ни меньше. Вот. Но машина прокурена нереально просто. Так, Андрей, автоподбор в деле. Ну, тут очень похоже на завод. Кажется, я попал на толщик. Короче говоря, пока все. Пока все под крылом не надо. Пока все завод. Ладно, я сейчас все пробегу, потом расскажу. Не знают, я терпеть не могу автосалоны. Потому что здесь задача людей обмануть. Максимально выжать из них, так сказать, денежные средства. Всеми правдами и неправдами. Путем того, что люди, многие не понимают, как, чего, да. Что можно, допустим, взять голый кредит. Не обязательно страховать себя там. И все на свете, вокруг. Навязывают те вещи. Говорят, что это обязательно, хотя это не обязательно. Ну, в общем, короче, такие нюансы. Вот. Но давайте о хорошем. Смотрите. Клиентская зона, да, я так понимаю, все-таки это. Пока ты ждешь, пока тебя одобрит кредит, можно, так сказать, приятное с полезным заняться спортом. Почему бы и нет. А в этот колокольчик, наверное, звонят менеджеры, которые продали автомобиль. Это, наверное, у них такая корпоративная история. Так, ну, давайте немножко поделюсь, значит, промежуточными итогами. Сейчас, значит, машину я посмотрел. Машина, конечно, прошла не 120, а в два раза больше, как минимум. Машина с исписанным ПТСом полностью. Хотя, по факту, два физлица хозяина. Все остальное автосалоны. Значит, машина под работу годится. Годится она в родне, в родной краске. То есть, она хотя бы была не битая. И если ее сейчас показывать на огородной, потребует после того, потому что мира питерские. На ней, кстати, да. В Питер съездил, посмотрел тачку раз. Потом приехал в Москве, посмотрел тачку с питерскими номерами. И вот еще одна машина с питерскими номерами. Короче, значит, машина под работу годится. Я, значит, сказал им 2,300. Ценник 2,2. Какие 2, господи, когда это было? Ценник 3,4,4,7. Вот, я сказал, что 3,300 я ее забираю. И с учетом кредита. Ну, там кредит будет в районе миллиона рублей. На что, как бы, меня послали далеко и надолго. Сейчас у них лучшие времена. Народу много машин, мало. Они могут себе позволить. Вот, раньше было по-другому. Они готовы были на все, лишь бы продать. Теперь они вообще по этому поводу не парятся. Ну, такое у нас нынче время. Ну, в общем, ближе к делу. Значит, все равно будем подавать заявку на этот миллион. Все менеджеры заняты. Очередь к менеджерам, не менеджеры, как они, специалисты банковские, кто кредиты оформляет. Они все заняты. Там очередь большая. Вот, я ждать не стал, потому что есть практика. Можно все это удаленно сделать. Они мне сейчас позвонят. Я им скину данные, какие надо. Они подадут заявки и дадут мне уже все цифры. Дальше я буду принимать решение. Да, да, нет, нет. В общем, держу вас в курсе. Как говорится, пока. В общем, ждем, собственно говоря, звонка с кредитного отдела. Не знаю, друзья, видно ли вам впереди идущий автомобиль, но это самое, что ни на есть. Семеновна едет впереди. Вот. А мы, так сказать, едем немножко на другом автомобиле. В общем, все. Принимаю поздравления. Взял я автомобиль. Значит, это тоже семерка. Это 725-я. С двухлитровым, так сказать, пятерочным мотором. Она заднеприводная. Она такси-эдишн, что называется. Спереди все просто. Ну, как у меня. Только еще даже камеры заднего вида нет. Это 360. Здесь просто парктроники. А так все то же самое, как на Семеновне. А сзади, конечно, лухари. Мониторы, айпады. То есть сзади все. Диван движется во все стороны. То есть, в принципе, то же самое, только на двухлитров на заднем приводе. Не знаю, на сколько здесь хватит двухлитров. Но машина очень свежая. Ну, как свежая. Она 17-й год, но она прошла 150 тысяч. Я не нашел ни одного, ни прямого, ни косвенного какого-то подтверждения. Или, правильно сказать, опровержения этого пробега, если честно. Вот, машина не таксичная. Вот, я ее видел, где я ее покупал, у кого я ее покупал. Вот, это совсем не таксичная история. Вот, еду по ощущениям, как на новом автомобиле. Что тут еще сказать? В общем, первые ощущения, вот они я вам записываю. Вот, я доволен. Ну, и, собственно говоря, что? Семеновна будет сдаваться в аренду, ребят. Как обычно, как и на все автомобили, залог 20 тысяч рублей. А аренда будет стоить 40 тысяч рублей неделя. 40 тысяч рублей неделя по предоплате. Либо 6 тысяч рублей в сутки. То есть, отработал сутки, на следующий день заплатил. Но, если хочешь скидочку, скидочку, это 2 тысячи рублей в неделю. 2 тысячи рублей в неделю. То 40 тысяч рублей по предоплате недели. Вот такой график. Естественно, график по суточной 7-0. 6 тысяч рублей 7-0. Вот. 2 тысячи рублей умножьте на 52 недели в году. И получите вот ту самую сумму, которую можно сэкономить. Понятно, что, может быть, 2 тысячи в неделю и не так будет заметно. А вот на 52 недели, да? Сколько у нас в году? 52 же. Совершенно другая сумма. Ладно. Сейчас выйду на трассу. Еще сделаю включение по ощущениям. Ну, как на трассу, в смысле. Ну, да, на трассу сейчас. Как она называется-то, господи? Ярославка. Там 110 знаки, 130. Сейчас разгонимся. Посмотрим. Итак, что получается? 12 сентября. Время почти 12. Я тут мотаюсь по району. Чем я занимаюсь? Значит, помыл я Семеновну, чтобы сделать на нее каска. Чтобы ее спокойно сдавать в аренду. То есть, тотал угон, как и на всех машинах. Сейчас полную каску я уже не делаю. Отказываюсь. Кто знает, тот знает. Кто не знает, напомню. Потому что, когда одну машину мне раздолбали, мне было проще ее за свои деньги. Починить и через неделю выпустить на линию. А так она у меня месяц провисела. Еще заплати за каску. И каска там еще с франшизой. И, в общем, вот это вот все. Вот эти танцы с бубнами. Ну, его нахрен. Поэтому, значит, теперь у меня только тотал угонок. Это кто вот по каскам спрашивал. Значит, на Семеновну тотал угон 57 тысяч в Ингострахе можно разбить на 4 платежа. У меня, в принципе, все в Ингострахе. И все каски у меня разбиваются на 4 платежа. Так, конечно, попроще и поудобнее, когда у тебя ни один, ни два, ни три автомобиля. Вот. Поэтому, значит, суета сегодня у нас такая. Эту машину сейчас я ставлю. Беру новую, ну как новую, новую старую семерку, которая 725-я. Еду на ней менять масло. Потому что масло меняли на 140. Сейчас 150 тысяч. Показывает еще 6000 километров. Но так как у нас дохренища масла, фильтров и всего на свете, я могу себе позволить раз в 10 тысяч спокойно менять масло. А то и чаще. Вот. Зачем мне ждать эти сроки по МВ-шной? В общем, короче, 10 тысяч она прошла. Масло поменяю. Тем более, сегодня в дорогу. Что еще? Значит, масло на ней меняю. И еду ее ставить на учет. Вот эту потом страхую. Страховой надо ее показать Семеновну. Потом я еду на 725-й на учет вставать. Потом я еду на огородный. И даст бог, вечерней лошадью отправлюсь я на Кавказ снова. Да, 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 вы не ослышались. Я снова еду на Кавказ. Так, ну что, вот она она. 725-я красавица. Сейчас я вам ее внутри покажу, снаружи покажу. Вот внутри у меня там колеса. Или что там. Кстати, вот масло. Масла, ребята, осталось очень мало. Вот, я так понимаю, что сейчас я наливал себе. Бочка болтается уже. Шатается. Твердо не стоит. Это говорит о том, что масло все разобрали. Кому еще надо, обращайтесь. Здесь 950 рублей. Литр Раве. Со всеми нашими допусками. Бензиновыми, дизельными. В общем, короче, что. 725-я. 17-го года. Пробег 150 тысяч. Судя по машине, по моему опыту владения данными экземплярами, пятерками, семерками. Я могу со всей ответственностью заявить. Так. Со всей ответственностью заявить, что пробег тут. Долеть охлаждающую жидкость. Все. Это по-бмвшному. Как раз я купил антифриз. Видите, температура упала. Сейчас, наверное, у многих такие, да? Надписи возникают, что эта охлаждающая жидкость уменьшилась в объеме. Из-за того, что, да, температура упала не 30 градусов, а в два раза. 16. Поэтому сейчас все, наверное, доливают. Семенов надо долить, сюда надо долить. В пятерку я в одну долил. Вот. Антифриз G11 BMW-шный. Концентратор. Разбавляю с дистиллированной водичкой. Матюль в этот раз я брал. Ну, собственно говоря, в EG или как он, Ага-магазин. Что было в наличии из более-менее приличного. Вот. Ну что. Сейчас мы едем менять масло. Все то же самое, как у меня. Только здесь у нас нету камеры заднего вида. Камеры заднего хода, как правильно, не знаю. И, естественно, 360. Вот. Это можно доусносить. 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 Это все можно за 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Комплект плюс установка. 360. Будет как в той машине. Очень удобно. Подъезжать к бордюрам. Мордой особенно. Блин, ребят. 360 это просто вещь. Когда ты все видишь вокруг своей машины. Чтобы не шаркать диски и так далее. Привыкаешь. Потом, конечно, как без глаз, как будто ездишь. Вот. Что мы тут видим сзади? Кроме моей челночной сумки. Машина нетонированная. Да? То есть сейчас я шторки опущу. Мы видим, что автомобиль нетонированный. В отличие от Семеновны. Вот. Это тоже внушает, знаете, какого-то, не знаю, доверия, что ли, когда тачка нетонированная. Значит, как-то понимаешь, что там были не какие-то там пацанчики, да, которые жгли. Вот. Хотя, наверное, это все так. Какие-то предрассудки. Что по машине еще? Она 725-я, она заднеприводная. Здесь двухлитровый мотор. Типа раздушенный на 231 лошадь. То есть 725-я она по индексу. По сути, точно такой же, как на пятаках двухлитровых на моих. Точно такой же мотор. Вот. Тяги в городе, в принципе, хватает. Несмотря на то, что машина тяжелее, чем пятерка, тяги хватает. Вот. По пневмоподвеске, значит, впереди у нее, я так понял, какие-то амортизаторы. Это не пневма, а какие-то регулируемые. А пневма стоит только сзади. Больше она для того, чтобы машина при перенагрузке, да, когда там сзади двух пассажиров с чемоданами сядут, чтобы она не была вот эта вот. А была она ровная. То есть подкачивали подушки, выравнивали машину. Вот. Но в целом машина тоже поднимается. То есть есть вот эта кнопка вверх-вниз. Я вчера все попробовал. Естественно. То есть она поднимается, становится выше при включении спорт-режима. Она приседает. Ребят, слышите, да, по-моему, голосу, наверное, ну, насколько я доволен этим аппаратом. Вот. Ну, а, собственно говоря, время покажет. Особенно сегодняшний марш-бросок опять в 1400 километров. Ну, и самое главное, тачка-то не из-под такси. Вот что очень большая редкость. Мне прям повезло, повезло, ребят. Я столько всего пересмотрел, как вы уже поняли, да. Я мало чего показывал. Но на самом деле пересмотрено было все, что только можно. Да, эта машина тоже не без изъянов. Она получала несколько раз по жопе. У нее делалось, не делалось, а менялось левое заднее крыло. Вот. Но чтобы вы понимали, у BMW, да, эти детали, они, как правило, они их редко когда делают, когда у дилера. Им проще ее вырезать, новую вварить. Вот, по их технологиям. Потому что у меня у товарища тоже была небольшая ссадинка. Ему нафиг просто взяли крыло, поменяли и пипец. Хотя там, ну, там прям углубление. Углубление, ну, я не знаю, насколько, но оно прям какое-то такое смешное было. Вот. Что еще, что еще сказать-то можно? Ну, в общем, машина не из-под такси, мне повезло. Я вчера ее забирал в таком месте, что у таких людей, что сомнения никакого в этом нет. С машиной мне достались зимние колеса. Сейчас самый, самый, вообще самый смак. Самый смак, особенно в наши времена, сами знаете, какие. Значит, на дисках, на дисках, на оригинальных, тоже 18-х, понятно, самые такие. И они некрасивые, ну да бог с ним. На дисках, Хакапеллита 8 в очень прекрасном состоянии. Еще ходить и ходить. На шипах, я не сторонник шипов, но из-за того, что эта машина тяжеленькая и заднеприводная, я думаю, что я на них, на этих шипах поезжу этой зимой. Вот. Хакапеллита 8 далеко не самая плохая резина. И не самая дешевая, чтобы вы понимали, это Run Flat. И сейчас на этой машине стоят абсолютно новые Мишлены, тоже Run Flat. Я даже не стал смотреть, сколько они стоят, потому что я знаю, что сейчас под 30-ник стоят обычные покрышки. Ну, это на 19, ну, пускай на 18-е будут стоить, ну, 25, обычные Мишлены. Если это Run Flat, то я не знаю, там, сколько прибавлять. В общем, короче говоря, тут одних колес в этой машине. Ну, какой таксист, да, вот скажите, давайте, кто вот из наших, вот по-честному, будет ставить вот такую резину дорогущую. Так, ну что, значит, делаем тотал угон, осмотр автомобиля, фиксируем, так сказать, его в прекрасном состоянии. Ну что, мы, значит, прошли в ГАИ осмотр, паркуемся, паркуемся, согласно разметке, да, чтобы сейчас тут никто не вонял. Ждем документы и едем сдавать номера, номера документов и получать новые номера. Главное успеть на огородной. Время 16.30, полтора часа до конца рабочего дня. Так, 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 а куда это мы приехали? Все, в последний вагон сегодня запрыгиваю, 17.40. Я надеюсь, что они работают до шести, тачки осмотрят. Так, парковка 15 минут бесплатно. 17.40 я заехал. Я что-то даже не помню, я хоть раз здесь оплачивал парковку. Так, нас узнали. Как обычно. Ну как как обычно? Не как, конечно, обычно. Вот. Поинтересовались, как процветает наш канал. Люди в курсе, мы здесь работаем. Вот. Все, осмотрели документы, сфотографировали автомобиль, сфотографировали. Сфотографировали, что нет никаких ошибок. Все тут у нас в идеале. Вот. Багажник, салон. Сказали, ожидайте. Вот. Никаких замечаний, никаких вопросов не возникло. Вот. Но я все равно на линию уходить не буду. СМС-ка придет. И на этом, наверное, мы... Вот, кстати, автомобиль, который будет проходить по бизнесу, скорее всего. Вот. Значит, СМС-ка придет. Я вам доложу. Вот. И на этом будем, наверное, ролик заканчивать. Как обещал, СМС-ка еще не пришла. Вот. Я как обещал включиться. Но я выехал раньше, чем пришла СМС-ка. Поэтому мы сейчас сбрасываем показания. То есть я выехал из дома. И вот посмотрим, какой будет расход у этого мотора. Еще раз напомню. 2 литра, 525... Ой, 725 индекс. Двухлитровый мотор. 231 лошадиная сила. Все. Еду. Жду СМС-ку. Будет СМС-ка. Будет еще одно включение, так сказать. На этом будем заканчивать. Эй, гоблитная, честная и сердцу дорогая. Глазоста, инспекция, ты нам как мать родная. Так, друзья мои. Ну что, я в Ставрополе уже на объездную. Сейчас поворачиваю по прямой там что-то пробки. Просили вы по расходам. Смотрите, какая пылища у меня, да? Кстати, я такую тряпочку купил за 150 рублей. Так она хорошо пыль собирает. Значит, что мы имеем? Мы имеем расход 7,5 литров. Но, видите, да, какая скорость, средняя скорость у меня какая-то. Вот. Такой же точно расход на 3-х литровой пятерке. Ой, пятерке, семерке на 3-х литровой полноприводной. Это, еще раз напоминаю, 2 литра задний привод. На полноприводной, на Семеновне, у меня был точно такой же расход, но средняя скорость была 110 максимум. 110. Здесь 124,4, у меня там 110, 108, вот так вот было. То есть, соответственно, ехал я помедленнее. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что я ехал первые, наверное, километров 200. Я проехал вот так же, как на Семеновне, 130-150. И расход был 6,3. 6,3, 6,5. Вот так вот он у меня тут чуть поднимется, чуть опустится. Вот. Чтобы вы понимали, да, против 7,5, 6, ну, короче, на литр меньше. При прочих равных на литр меньше. За 11,5 часов 1400 километров, чтобы вы понимали, получилось сделать. Вот, машины доволен. Вот, ролик уже надо заканчивать. Мне кажется, какой-то бесконечный получился. Яндекс мне так ничего и не прислал. Сейчас я уже доеду, забью машину в таксометр и посмотрю, даст ли она пройти фотоконтроль. Если даст пройти фотоконтроль, значит, все, машина заведена в систему. Просто СМС-ка еще не пришла. В общем, еще одно включение по прибытию и заканчиваем этот ролик. Так, ну что, уже день следующий. Сейчас мы проходим фотоконтроль. Я машину завел в приложение таксометр, попросил пройти фотоконтроль. Значит, нас все-таки добавили. Просто СМС-ки от Яндекса не было до сих пор. Значит так, у нас новый автомобиль добавлен. Включите хотя бы один тариф. Это мы сейчас пройдем фотоконтроль. И пройдите фотоконтроль СТС. Сейчас мы это все сделаем, посмотрим, выпустит он у нас на линию или нет. Автомобиль у нас 0,75, все верно. Пробуем выйти на линию, получить заказ. Сейчас мы его, конечно, брать не будем. Вот, мы его пропустим, но чисто чтобы проверить, что все работает и заказы нам поступают. Ну все, мы видим, что заказы нам поступают. Срочно выходим, пропускаем. Заказ отменен. Короче, все, полный трындец. В общем, включил комфорт и заказов не было. Добавил эконом, сразу три заказа, еле успел отключиться. Хорошо, два из них, так сказать, 0 активность. Хотя мне на активность пофиг, у меня все в конечке не видно. Вот. И, собственно говоря, что? Собственно говоря, все, машина куплена. Машину я нашел, машину я купил, машину я оформил, в систему завел. Старт-стоп надо здесь прописать, и чтобы километры показывал, этим займусь. Сейчас я еду его тонировать, потому что, ну, аквариум это, конечно, не годится никуда. Заднюю полусферу надо затонировать обязательно. Все, тонируюсь. Но это я уже вам показывать не буду, что это уже неинтересно. В общем, лайки, дизлайки. В комментариях, вопросики, ответики. Продолжаем там общаться. И до скорой встречи. Первое, наверное, что вы захотите спросить, это, что уж я теперь машину купил. И, как в прошлом ролике, обещал, так сказать, пригнать с Владивостока праворульку. Или какую-нибудь там, скорее, уже все, не получится. В перекупы, так сказать, ты не подаешься. Действительно, значит, машину я покупать не буду на перепродажу. Вот. Но мысль поехать на Дальний Восток, взять там какую-то праворульку и привезти ее сюда, она никуда не делась. Я давно выношу эту идею прокатиться через всю страну. Вот. И благо есть у меня гусь или не не товарищ, а брат, как вы помните. Вот. Который занимается непосредственно этим. Вот. У него есть заказик на одну машинку, которую, когда он найдет, я полечу туда и пригоню эту машину вместо него сюда. Тем самым запилю контентик, как через всю страну можно вот проехать и что вот вообще там. Вот. Но, если вы не хотите ждать, когда я это все сделаю, хотите прямо сейчас уже посмотреть, как это все происходит. Вот тот самый гусь не свинья, гусь свинья не товарищ, а брат. По моему, так сказать, большому совету, вот. И наставничеству я ему порекомендовал открыть канал и вообще его-то показывать. Как ты машину подобрал, как ты ее подготовил, как ты ее гонишь, какие нюансы. Вот. И две серии на канале у него уже есть. Ссылочку на ролики я оставляю в комментариях в закрепе. Вот. Поэтому, кому интересно, пройдите, посмотрите. Не поленитесь от меня лайкосиком тоже поставьте. Поддержите начинающего блогера. Начинать всегда тяжело. Вот. Ну, теперь уже точно. До скорой встречи.